В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Осенью с приходом низкой температуры значительно увеличивается риск возникновения пожаров, связанных с печным отоплением, перегрузом электрических сетей, а также неосторожным обращением с огнем. В целях предупреждения пожаров, гибели и травматизма людей представители Центра профилактики пожаров Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям совместно с главой администрации Максимовского сельского поселения провели очередной профилактический рейд. Подробности далее. В этом доме по улице Гагарина неожиданным гостям были даже рады. Дверь открыла хозяйка дома. Внутри деревенской избы топится русская печь. На ней неубранные окурки, что уже противоречит всем нормам безопасности. Курить в жилище опасно для жизни, об этом стоит помнить всегда, уверяют специалисты. В зале, а по сути единственной комнате, установлен пожарный извещатель. В случае задымления помещения он начинает непрерывно сигнализировать об опасности. Извещатель находится в исправном состоянии, работает он на батарейке. Жильцы получили необходимые рекомендации и памятки. С наступлением осенних холодных дней начинается активное использование населением электрических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам. По причинам, связанным с неправильным устройством эксплуатации печей и дымоходов. Поэтому при эксплуатации электронагревательных приборов запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. Пользоваться розетками, рубильниками и другими электроустройствами с повреждениями. Использовать временную электропроводку. При эксплуатации печного отопления запрещается. Оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющие горючие жидкости. Перекаливать печи. Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. Основными причинами пожаров с гибелью людей составляют 44% неосторожное обращение с огнем, 23% нарушение эксплуатации электрооборудования и 6,5% нарушение правил эксплуатации печей. Всего произошло пожаров в Республике Башкорстан 9050, снижение на 4,4%. Погибло людей 166 человек, снижение на 22%, в том числе детей 6, снижение на 53%. Травмировано 219 человек, увеличение на 13%. Также продолжается выдача пожарных извещателей в соответствии с указом главы Республики Башкортостан. Это такие граждане, одинокопроживающие, старше 55 лет, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших, бывшие несовершеннолетние узники, канцелагерей, гетто, других мест принудительного содержания. Семьи с детьми в возрасте до 7 лет, родившиеся до 1 января 2018 года. Ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий и дети войны. Заглянула комиссия и в новый дом по улице Дружбы. Здесь все в порядке с проводкой, по всем правилам установлен извещатель. Семья здесь проживает многодетная, поэтому напомнить о правилах безопасности будет не лишним. На сегодняшний день на территории сельского поселения Максимский сельсовет насчитывается 303 личного подсобного хозяйства. Из них на сегодняшний день примерно постоит около 70 домов. Мы в течение года совместно с сотрудниками добровольной пожарной команды и сотрудниками администрации сельского поселения проводим ежегодно в течение года противопожарные мероприятия. То есть это обход домов на собрания граждан, предупреждаем, а также информируем по социальным сетям. Мы выкладываем всю информацию и видеоролики. Также у нас по линии Министерства сельского ситуации в 2020 году наше сельское поселение получило прицепное пожарное оборудование. У нас имеется теплый бокс, а также на балансе имеется трактор УМЗ-6. На сегодняшний день ситуация с пожаром у нас стабильная, но это не дает повод расслабиться. Будем дальше работать, вести профилактическую работу на территории сельского поселения. Свой просторный кирпичный дом семья Пятновых построили в 2007 году. Из этого села родом мама хозяйки дома Зои Тимраевны. Поэтому пенсионеры спустя годы решили вернуться на малую родину. В этот день им также вручили памятки. Муж у меня электриком работал раньше, всю жизнь. Ну, он все в порядке держит. Сейчас вот памяти нету, то чайник оставляем на целый день, то кастрюли с супом вот каждый раз. В прошлом году так я три чайника сожгла. Обязательно нужно. Пищит, визжит, визжишь уже, знаешь что к чему как. Вот поэтому сейчас муж мне купил самовар этот электрический. Сам включается, включается, хорошо стало. А то так мучилась постоянно. Предупрежден, значит вооружен, гласит народная мудрость. Суровые холода еще впереди. А знание и соблюдение элементарных правил безопасности – залог спокойной жизни. Алсу Щепотева, Ян Меншараев, служба новостей Янаульского телевидения. Оперативное совещание с участием глав сельских поселений, руководителей дорожных и коммунальных служб, муниципальных учреждений, правоохранительных и надзорных органов состоялось в администрации района 24 октября. На совещании рассматривалась одна большая тема – расходование бюджетных средств поселениями Янаульского района в 2022 году. С основным докладом выступила заместитель главы администрации по финансовым вопросам Резида Хусаинова. Администрации поселения предоставляют финансовые органы муниципального района предложения по формированию бюджета поселения, проекты смет доходов и расходов учреждений, находящихся в муниципальной собственности поселения, анализ полученных из финансового органа муниципального района прогнозных показателей по доходам и расходам бюджета поселения и готовит в случае несогласия материалы для проведения согласования. Окончательный вариант проекта бюджета поселения представляется в Совет депутатов поселения для рассмотрения и принятия. Бюджетный кодекс Российской Федерации, порядок исполнения и само исполнение местного бюджета относит к полномочиям органов местного самоуправления. Согласно принципу самостоятельности бюджета, органы местного самоуправления обладают правом и обязанностью осуществлять бюджетный процесс. Бюджетный учет организуется органам, исполняющим бюджет 240-я статья. Федеральный закон номер 131 ФЗ, исключительным полномочием органов местного самоуправления, отнес вопросы формирования, утверждения исполнения местных бюджетов и контроль за их исполнением. Это было очень коротко, в особенностях формирования бюджетов поселений. Переходя к вопросу об исполнении бюджетов поселений, необходимо немного остановиться на доходной части бюджета. К сожалению, бюджетные и налоговые законодательства таковы, что у поселений ограниченный перечень налоговых и неналоговых доходов, в связи с чем в вышестоящих бюджетах предусматриваются межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности территории. В 2022 году сумма межбюджетных трансфертов, предусмотренных в республиканском бюджете, составила 4 млн. рублей. Однако этой суммы явно недостаточно на необходимые расходы наших поселений. Поэтому решением Совета муниципального района в бюджете района предусмотрена дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 71 млн. рублей. Уточненная сумма дотации составила 76,3 млн. рублей, что видно вот в этой таблице. Из 76 млн. все 64 млн. поселений уже перечислено. В 2021 году плановая фактическая сумма за весь год составила 51 млн. рублей. О ситуации на своих территориях рассказали главы городского и нескольких сельских поселений, в том числе Кисокаиновского, Кармановского, Первомайского. Вел заседание и подвел в его итоги глава администрации Янаульского района Ильшат Вазегатов. Ни одно дерево не может вырасти красивым и крепким, не опираясь на свои корни. Так и человек всегда находит помощь и поддержку своей семье. В поисках корней люди все чаще обращаются в городские архивы, ведут поиски, составляют трудословные. Праздник «Наши силы в корнях» прошел в Центральной районной библиотеке 21 октября. Подробности далее. В этот день в зале звучала игра на народных музыкальных инструментах. Зрители с удовольствием слушали родные мелодии. С приветственным словом выступил начальник управления культуры Ренат Ибрагимов. Мы всегда стремимся к тому, чтобы каждый народ мог сохранить свой язык, свою культуру, свои традиции, свои человеческие и национальные достоинства. Да, за прошедшие столетия на территории нашего района, нашей республики, неразрывными узами приобрелись судьбы трех языковых семей. Это тюркской, славянской, финно-угорской. Конечно же, человеку важно знать свои корни, отдельному человеку, семье, народу. Тогда будет дороже и ценнее родная наша земля. Организовать такое масштабное мероприятие, собрать воедино всю родню, вот как вы сегодня видите, такое огромное количество родственников. Это редко, когда вы можете так встретиться. Это же, конечно, огромный труд. Председатель общества башкирских женщин Янаульского района Гульнара Валеева свою исследовательскую работу по составлению родословной по материнской линии начала еще пять лет назад с расспросов родственников, сбора информации в архивах и документов переписи. Сегодня я получил больше, чем им. Четвертый, чем им. Большая молодая девушка, elegка. В итоге, я получил больше 13-я лет, 16-я лет лет. Я получил больше, чем им. Я получил больше 25 лет. Я получил больше. Получил большее. Праздник объединил поколение рода Уран из деревни Кичикир и Янаульского района, Губайдулы, Фальзулы и Ахматияна. Каждый из потомков вспоминал интересные моменты из жизни предков. Рассказ Айдамира Сабирова о дедушке Марсе Сабирове не оставил равнодушным никого из присутствующих. Свой такой первый, значимый, ценный и редкий приз – фотоаппарат. Получив этот фотоаппарат, он увлекся фотографией. Он сделал множество фотоснимков, которые хранятся и по сей день. В рядах вооруженных сил он служил художником. В армии он осуществил свою мечту – научился играть на баяне. Всю жизнь мой дедушка преподавал в Кармановской сельской школе. Он преподавал такие предметы, как черчение, труд, музыка и рисование. В старости мой дедушка увлекся шажире. Он составил много родословных, которые хранятся и по сей день. Председатель Совета Женщин Янаульского района Ильсьер Праскурякова рассказала о своем происхождении по линии Губайдулы, обозначила важность и ценность в изучении своего рода. Сегодняшнее мероприятие, оно очень актуально, потому что тут сидят ребята. Я очень надеюсь, что мы пробудили у вас интерес к изучению своей семьи. И вы должны гордиться, не только изучать, но и вы должны гордиться своей семьей, знать свои традиции, знать, и должна происходить еще приемственность поколения. Вы не только должны гордиться, но вы должны вносить свою лету, чтобы прославить свою семью. Чтобы это мероприятие состоялось, была проделана огромная работа по изучению шажире башкирского рода «Уран». Каждый из потомков был рад встретиться вместе, поделиться историями семей и интересно привести время. Динара Нургалеева, Ян Меньшараев, Служба новостей Янаульского телевидения. 24 октября в России отметили День подразделений специального назначения. Это праздник всех военнослужащих и ветеранов частей сухопутных войск, флота и авиации, полиции, внутренних войск, подготовленных по особой программе. Они занимаются антитеррористическими действиями, ликвидируют преступные группы, освобождают заложников, осуществляют розыск и захват чрезвычайно опасных преступников, а также участвуют в других особо важных операциях. В честь этой даты участники местного отделения общественной организации, ветераны ВДВ и спецназа Республики Башкортостан возложили венки к монументу боевой и трудовой славы. В этот день, 24 октября, мы традиционно возлагаем венок, цветы на монумент боевой и трудовой славы города Янаул в ознаменовании Дня создания войск специального назначения. Сегодня день спецназа. Так как у нас общественная организация ветеранов воздушно-десантных войск и спецназа Республики Башкортостан, у нас единые. Все мы братья, все мы братья по оружию. У нас есть и вернувшиеся ребята, и которые сейчас в данный момент пребывают в зоне специальной операции на Украине. То есть несут боевую службу, работают ребята. Поэтому традиционно хочу ребятам непосредственно пожелать крепкого боевого братства, чтобы никто из братства не подводил. Всегда возвращались живыми домой. Мы их всегда ждем. Семьи ждут. Операции проходят успешно. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. Днем от нуля до плюс 2 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7. Днем от минус 1 до плюс 4 градусов. И так, у нас всех собрали вместе. Но кто это сделал? А главное, кому это выгодно? Это выгодно мне. Винг собрал вместе контент пяти популярных видеосервисов в одной подписке. Всего за 499 рублей в месяц. А кто нас собрал-то? Ростелеком. Технологии возможностей. Мы закрываемся. Распродаем все. Меха от 12 тысяч рублей. Только один день 30 октября в МК «Досуговый центр», город Янаул. Распродажи верхней женской и мужской одежды. Успевайте. Одеться к зиме тепло. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Это средства защиты от коронавируса. Мы овладели им в совершенстве, и они доказали свою эффективность. Но все это нужно для обороны. Чтобы произошел переломный момент и мы победили, необходимо перейти в контратаку. И это вакцина. Она готова. Теперь вместе мы сможем победить пандемию и вернуться к мирной жизни. Записаться на вакцинацию просто. На госуслуги.ру Как дела в школе? Все хорошо. Подростки часто скрывают, что сталкиваются с агрессией сверстников. Мы поможем понять, что ваш ребенок подвергается травле, а также сохранить доверительные отношения. Телефон доверия для подростков и родителей. 8 800 2 122. Помощь психологов. Бесплатно. Анонимно. Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя не планируем. Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планируют. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорога железная не для игры. Это запомнить и дети должны. Уважаемые взрослые, не проходите мимо шалости и вблизи железных дорог. Взрослые, наша жизнь в ваших руках. Дорога железная не для игры. Дорога железная не для игры. Продолжение следует...